Другим темам. Память о родине в сердце живет. Землячество деревни Сопка отправились в паломничество по родным местам. Сопроводили паломников Владыка Наринмарский и Мизенский епархий Яков и наша съемочная группа. Алина Ваучейская продолжит. Вериться с трудом, но еще полвека назад здесь стояла деревня в самом расцвете сил. Здесь была вся необходимая инфраструктура. Школа, садик, магазин и даже электростанция. Теперь же здесь все поросло травой. А на месте деревни осталась лишь вот такая избушка. Еще в 1966 году здесь было 31 хозяйство. 119 жителей, пекарня, медпункт, сепараторная и клуб. Обычная среднестатистическая деревня со своими традициями, устоями и праздниками. Таища Чупрова провела в Сопке детство и молодость. Женщина рассказывает, скучать не приходилось. Весело проводили время. На этом месте был клуб, собирались молодежь. Мы танцуем, а мамочки наши сидят и смотрят, как мы танцуем. Ставили концерты. Всегда к празднику уже концерт подготавливали своими силами. А уже в 1972 году Сопку признали неперспективным населенным пунктом. Деревня была исключена из учетных данных, как фактически несуществующая. Жители со слезами на глазах, собрав свои пожитки, разъезжались по другим населенным пунктам. Кто-то уехал в Макарова и Тельвиску, кто-то в город. Спустя несколько десятков лет после расселения создали землячество. Теперь паломничество в Сопку – добрая традиция. Сюда приезжают и старожилы, и молодежь. Самый маленький участник землячества Денис Личутин в Сопке впервые. Ну, я хотела посмотреть, как тут в Сопке. Сходить на кладбище, цветы принести, побывать тут. Кстати, в этом году землячеству исполняется 10 лет. Его – бессменный председатель Вера Михайловна Семенова. Информацию о деревне женщина собирала буквально по крупинкам. Они мне сказали, если вы не знаете про свою деревню, про своих предков, то мы-то, говорят, откуда можем знать. Вот с этого я и начала. Искала. Запросы везде делала, где только, куда могла. Но там мне ответы приходили. Вложите одну сумму денег, тогда мы откроем что-то, что-то вам покажем. А у меня откуда деньги? Денег, естественно, у нас не было. Силами землячества в деревне поставлены памятные знаки. Крест, мемориальная доска погибшим в Великой Отечественной войне. А на местах, где раньше стояли жилые дома, теперь установили указатели, на которых написано, чья это изба. Также установили памятный знак, из которого все приезжающие в Сопку гости смогут узнать об истории деревни. Несмотря на то, что здесь уже не существует деревни, я восхищаюсь этими людьми, которые приезжают сюда, ежегодно приезжают сюда, поправляют могилы предков, вспоминают их. И сегодня это урок для нас всех. Все памятные знаки, а также кладбище благословил Владыка Яков. После этого участники паломничества вспомнили о былых временах за чашкой чая.